В этом выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. В центре внимания рынка окажутся изменения числа занятых в частном секторе экономики США от агентства ADP, а также выступления председателя Совета управляющих ФРС Джанет Йеллен и президента Европейского центрального банка Марио Драги. Значительный интерес также вызовут итоговые показатели балансов внешней торговли США и Канады и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США. Другими весьма важными показателями станут публикации в Китае, Австралии, Великобритании и Канаде индексов деловой активности в сфере услуг. Среди других новостей в статистике из США выйдут индекс ипотечного кредитования за октябрь, индекс занятости в непроизводственном секторе и данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики в США. Прошедшее выступление главы ЕЦБ Марио Драги практически не повлияло на курс евро по той причине, что тематика речи была в области регуляции банковской системы, а не валютной политики. Поэтому курс валютной пары евро-доллар прогнозируемо снизился к уровню 1,0910 и в текущий момент начинает восстанавливаться. Ближайшая цель коррекции находится на сегодняшнем сессионном максимуме 1,0956, дальнейшая на уровне сопротивления 1,10. Затем в 16.15 по московскому времени будут опубликованы данные о занятости США от ADP. Эта информация традиционно считается предварительными данными перед публикацией одного из ключевых показателей американской экономики – числа занятых в несвязкохозяйственном секторе – NFP, выход которого запланирован на пятницу 6 ноября. Данные о занятости от ADP, согласно прогнозу, выйдут немного хуже предыдущего значения, а это может спровоцировать продажи доллара и, как следствие, рост курса валютной пары евро-доллар к уровням 1,10 и 1,1050. На протяжении сегодняшней торговой сессии курс британского фунта демонстрирует относительно низкую динамику. Изменить эту ситуацию оказалось не под силу опубликованному в 12.30 по московскому времени позитивному значению индекса деловой активности Великобритании в сфере услуг. Следовательно, мы прогнозируем нахождение курса валютной пары британский фунт доллар США в сформировавшемся диапазоне с границами на значениях 1,5410 и 1,5440 до публикации макроэкономической статистики Соединенных Штатов Америки. С этого момента в случае реализации прогноза большинства аналитиков предложение на валюту США должно увеличиться, что позволит курсу британского фунта в очередной раз подобраться к значению 1,55 и с этой точки выгодной стратегией станет открытие сделок на продажу валюты Соединенного Королевства. Стоимость унции золота продолжает двигаться в рамках предыдущего прогноза, завершив коррекцию на значении 1,122 доллара за унцию и постепенно снижаясь к уровню поддержки на сессионном минимуме 3 ноября – 1,114 долларов. Дальнейшая динамика будет определяться в большей степени спросом и предложением на доллар США, чем на драгоценный металл. Следовательно, направление движения курса будет зависеть от информации о рынке труда США, индекса деловой активности и выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Серебро продолжает находиться в узком диапазоне 15,30-15,20 центов за унцию. Выход за пределы этого коридора станет сигналом либо продолжения текущего нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 15 долларов ровно в случае пробития нижней границы, либо начало коррекции к уровню сопротивления 15 долларов 43 цента.